Здравствуйте, меня зовут Рапсу Наталья, я врач, кандидат медицинских наук, а по специальности педиатр, иммунолог-аллерголог и кардиолог. Начиная говорить о капсулах с ресвератролом Тинши, не могу не начать с того, что такое антиоксиданты и свободные радикалы. Свободные радикалы – это те молекулы, которые являются нестабильными, потому что у них не хватает одного или двух электронов. И, чтобы прийти в стабильное состояние, они ищут, у кого бы эти электроны отнять. И в первую очередь отнимают их у липидов. А липиды составляют важную и обязательную часть любой клеточной стенки организма. И забирая их у липидов, они образуют так называемые дырки в мембране клеток. А если клетка имеет дырку, то она перестает функционировать. При этом в нашем организме присутствуют естественные антиоксиданты, которые являются своего рода щитом для защиты от вот тех свободных радикалов. Они отдают добровольно свои электроны и таким образом предотвращают разрушение клеток. Однако их мощности может не хватать, особенно когда количество свободных радикалов в окружающей среде увеличивается, например, при увеличении количества выхлопных газов или усилении ультрафиолетового излучения, или увеличении сигаретного дыма в вашем окружении. И вот тогда нам требуются антиоксиданты извне. Наверняка вы слышали, что жители Средиземноморья, несмотря на то, что употребляют в пище очень много жирных продуктов, меньше умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Секрет в том, что жители Средиземноморья употребляют очень много красного вина, который содержит много антиоксидантов, например, катехин. Но виноград сорта мускат содержит не только катехин, но и ресвератрон. Это тот антиоксидант, который в первую очередь содержится в толстой кожуре этого винограда и в его семенах. Фактически 1 грамм кожуры этого сорта содержит от 50 до 100 микрограммов ресвератрола. Но вся проблема в том, что если вы будете использовать в качестве источника ресвератрола этот виноград, то будьте готовы к тому, что нужно будет думать о его количестве потребления, потому что все-таки большое количество фруктозы не очень желательно у больных с инсулинорезистентностью. И опять выходом является прием пищевых добавок с ресвератролом. Эффектов от приема антиоксидантов много, но, чтобы не перегружать вас, сосредоточиться на трех основных. Первое. Антиоксиданты замедляют старение кожи. Второе. Предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза. Ну и третье. Обладают нейропротекторным действием, замедляют в частности развитие старческой деменции. И для того, чтобы получить все эти эффекты, принимайте капсулы с ресвератролом Тиньши по две капсулы два раза в день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok